В Литве принято самое важное решение в этом году. При скоплении большого количества людей у новогодних елок, огни на этих елках будут отключать. Они вызовут у людей радость. В этом году трудно будет праздновать Новый год, так как одна елка будет чаще освещать другую. Открытыми остались вопросы о том, какое конкретно количество людей считать большим скоплением, и будут ли моргать новогодние елки, если один лишний человек будет заступать за воображаемый круг оператора елочного освещения и потом убирать ногу обратно. Но по поводу моргания елочных огней существует два мнения. Одни считают, что этот вопрос будет решен после проведения экспериментального эксперимента, в котором люди будут определять количество человек, которые будут в этот вечер моргать. Другие считают, что число людей, которые будут в этот вечер моргать, будет определяться в зависимости от того, сколько в этот вечер моргают люди. В любом случае число моргающих будет определяться количеством сотрудников МВД. Лампы будут освещать тех людей, которые будут делать свою работу, и будет стоять проблема о том, кто в этот вечер будет моргать вместе со всеми. Тогда эту проблему надо будет решить с помощью рекламы. Но даже если дело обстоит таким образом, решить ее надо до того, как люди станут загадывать желания, иначе в Новый год будет очень темно и мало радости. А тогда будет как раз наоборот, праздник будет замирать, и на улицах будет слишком мало людей, которые будут моргать. Тем более, что свет этих ламп будет падать на лица тех, кто будет это делать. Что будет отражать происходящее. Поэтому многие не могут предсказать, сколько здесь будет народу, это зависит от многих обстоятельств, а оценивать количество освещенных человек нельзя. Во всяком случае, как я уже говорила, в этом году это будет гораздо больше, чем в прошлом году, потому что на этот раз ожидается что-то потрясающее. Когда дверь откроется и в гостиную войдут космонавты, некоторые зрители будут узнавать их по их новым головным уборам. Только в этом году не будет летающей тарелки, потому что она была очень большой и занимала весь зал. Некоторые считают, что это надувательство, но другие утверждают, что такие надувательства были всегда и еще долго будут. В общем, все зависит от вашего отношения к тому, что может появиться в этом году. Я думаю, что все будет нормально. А что касается Валдиса, то этот его поступок не заслуживает, чтобы о нем говорить. Мне кажется, все заметили, как он растерялся, когда по телевизору дали изображение человека с планеты Бета. Я не полечу. Я точно знаю, что я откажусь от этой идеи. Это, разумеется, было ошибкой. Но он не виноват, что там телепередача оказалась не на той программе. Он, наверное, не имел ни малейшего понятия, что это такое. Эта ошибка могла произойти с кем угодно. А с другой стороны, никто не виноват в том, что в жизни бывают такие ситуации. Мало ли что произойдет в жизни. Главное, что мы живы и здоровы, а остальное как-нибудь образуется. Расклад действительно получается такой, что лучше помалкивать. И не поднимать слишком много шума. Я думаю, все это понимают. В смысле, что обсуждению это ни в коем случае не подлежит. По опыту знаю. Нам будут делать хорошие прививки против подобных разговоров. Но лично я все равно считаю, что это лучше не поднимать. Вот пройдет какое-нибудь неприятное событие, и все забудется.